Причем я люблю, когда кутабы обмазаны маслом с обеих сторон и прям течет масло. Если вы тоже, то обязательно пишите в комментариях. Звонит мне эта дамочка, я на работе. Всем привет! Поздравляйте! Всем привет, мои хорошие! С вами Айка, Эмили и Аскватимов. И сегодня мы снимаем очередной макбанг. У нас сегодня будет кутабы. Это кавказское блюдо, которое мы просто обожаем. У нас с вами будет челлендж. Кто съест больше? Здесь 20 штук, по идее, каждая должна съесть по 10. Но справится ли Айка? Я справлюсь, за меня не переживай. Тут мы, значит, приготовили... Как называется эта штука по-русски? Сумах, по-русски не знаю. Не знаем, как по-русски, но называется Сумах на азербайджанском. Если вы знаете, пишите в комментариях. Напишем снизу, если что. Если найдем, загуглим. На что мы спорим, детка? Если я выиграю, я иду в магазин, выбираю себе одежду, ты покупаешь. Давай. А за этим вы сможете понаблюдать в нашем инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылка будет в инфоболусе. Давайте начнем, я не могу. Первый мой. Я вас научу, как вкусно кушать с кутабом. Берете гатых, точнее, кефир по-русски. У нас по-азербайджански это гатых. Покрываете кутаб гатыхом немножечко. Потом добавляете сверху сумах. Она уже начала кушать. Не мешай мне своими звуками. Я тут учу людей, как вкусно есть кутаба. Они приедут в Азербайджан и не будут знать моего способа. В общем, все это смешиваете. Получается такая розовая водичка здесь. Заворачиваете это. Получается, как шаурма. И кушаете. Это божественно. Это нереально вкусно. Ммм, да. Если вы будете путешествовать на Кавказе, обязательно попробуйте. Обязательно. У тебя все течет. Я знаю, я переборщила. Я буду макать сюда оставшиеся кутаб. А я делаю просто вот так вот. Как это вкусно. Теперь я буду петь. Детка, я тебя выиграю, детка. Кто кого выиграет, это вопрос. У меня второй пошел. У меня тоже второй пошел. Первый, как зашел. Ой, 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 ой. Я уже начала есть второй раньше нее. Вкусно. Вкусно. Когда ты в первый раз попробовала кутаба? Я не помню. Я, наверное, не умела разговаривать. Нет, хотя разговаривать я умела очень рано. Но это было в детстве. Так как я жила в России, я долгое время вообще не знала, что такое кутабы. Но моя бабушка потом мне объяснила. А для меня это все равно, что спросить, когда первый раз попробовала яблоко или воду. Для меня это одно. Это уже невозможно вспомнить. Я не люблю, когда в кутабах есть зеленый лук, например. Ой, или лук обычный, репчатый. Ты любишь? Я вообще не ела такого. Я про влог. Внутри? Да. Я люблю джорат кутабы. Ммм, это то, что с мясом? Да, надо нам поехать с тобой туда один раз и снять влог. Мне вообще все просят в комментариях снимать побольше влогов. Я уже снимаю. Ты трое иди. Да. А ты еще второй ешь? Слабачку. Мы не на скорость. Мы на количество, дорогая моя. Так что не выпендривайся тут. Понюхайте. Я выиграю эту детку. Кого-то там раздражало, что я говорю детка. Она всегда мне так говорит. Я, кстати, недавно. Звонит мне эта дамочка. Я на работе. Я беру трубку и говорю, да, детка. И так получилось, оказывается, что я это сказала очень громко. И так все обернулись, посмотрели на меня, что происходит. Вообще, Фатя всегда говорит, что мои бойцы слушают. Тихо. Тихо. Непреком. Но она не учится на ошибках, к сожалению. Она делает это снова и снова. У нас такая тема. Она знает все мои секреты. Либо мне нужно дружить с ней до смерти, либо убить ее. А то я как Тати. И Джеймс Чарльз. Представь, у меня миллион подписчиков. Шесть миллионов. Сколько там у него было? И мы с тобой ссоримся и начинаем все это рассказывать. Детский сад просто ужасный. Прикинь, реально. Мы с тобой ругаемся. Ну, тебе повезло, я не такой человек. Так что ты в безопасности. Просто ты слишком много знаешь. Да, я боюсь. Просто я слишком много знаю. Меня пора убить. Слушай, такое поздненько. Меня пора убить. До которой я уже сбилась. Четвертый. У меня третий, у тебя четвертый. А как будто бы семечки. Просто семечки. Это даже легче, чем суши. Давай, давай, запивай побольше. Не стесняйся. Это не челлендж, не запивай. Который я удачно проиграла. Кстати, если вы хотите увидеть наш челлендж, не запивай. Обязательно подписывайтесь на канал от Кватимы. Смотрите это видео и ставьте лайк. Кстати, вы знаете, как будет по-английски окрошка? Окрошка. Знаете, как это будет? О, бэйби. Окрошка. В следующий раз мы будем кушать окрошку. Я буду говорить с тобой, детка. Четвертый. Если честно, вообще нету чувства сытости. Так. Иди ко мне. Я четвертый съела, да? Вы считаете там. Ты сейчас ешь четвертый. Угу. Айкина мама так вкусно готовит. Вообще, я обожаю Айкину маму. Из всех мам, которые вкусно готовят. Вообще, мне всегда кажется, когда я что-нибудь приготовлю, вроде вкусно, но все равно у мамы вкуснее. У вас бывало такое чувство? Вообще, всегда мама вкусно готовит. Да. Мама даже помидор режет вкусно. Угу. Даже если я приготовлю яйца с яйцом, мне кажется, что мама вкуснее. Пятый. Пятый. У тебя какой? Четвертый. У тебя какой? Четвертый. Да. Я наелась. Ну хорошо, да. У меня маленький желудок. Я просто много пью. Возможно, поэтому я не могу победить. А сколько мы спорим вообще? Любой мой каприз за твои деньги. А, мы идем в магазин и покупаем мне одежду. Мне ты хотел сказать. Ха-ха-ха. Я тебе дам поносить, не переживай. Мы же подруги. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Ты, походу, уже наелась. Нет, я просто вытираю руки. Ладно. На самом деле, они не маленькие. Посмотрите. Покупные, мне кажется, помельче будут. И потоньше. Я готовилась весь день к этому челленджу. Что ты делала? Не ела ничего? Почти. А я ела есть сейчас. Я настроена на победу. Спасибо. Победительница. Сейчас белый счет. Это пятый, да, у меня? Да. Мне лучше собрать волосы. Я просто не могу. Так. Иди, собирай. Время идет. Ха-ха-ха. Ничего, я быстрее, уже с одной. Смотри, не жульничает. Какой жульниче все записывается. Давайте с вами посплетничаем. Очень вкусно. Я боялась, что мама пересолит их. И я не смогу их есть. Ну, это просто божественно. Ты замечаешь, Асхватим? Они, мы вроде едим, а они не уменьшают. Сколько ты съела? Время, пять. Я тоже пятая. Здесь тогда не двадцать, больше, наверное. Ты шикарно выглядишь. Но если ты будешь есть, ты поправишься. И будешь не шикарно выглядеть. Мне не помешает это. Я потом похудею. Я пойду в спортзал. Вкусные кутабики. 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 Кутабики с зелененькой начинкой. Прям как доллары. Доллары шершат. Косточки, извиня. Шоу-мпровизация. Фатя ходит в новой кофточке. Ай, как ей завидует. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит, кто там сел на одну больше? Я ем шестой. А, я пятый. Да. Я думала, ты тоже пятый ешь. А если я начну есть одиннадцатый, то я уже выиграла? Да. Возможно. Молодично. Ты уже не сможешь есть больше. Потому что больше нету, да? Угу. Здрасте, накаляются, накаляются. Причем я люблю, когда кутабы обмазаны маслом с обеих сторон. И прям течет масло. Если вы тоже, то обязательно пишите в комментариях. Где салфеточки, детка? Я проглотила шестую, да? Да. Вы можете меня запросто обмануть. Но вы не дадите ей этого сделать. Разве я могу тебя обмануть? Путиночку. Ой, Боже, я дуванчик. Ну говори. Нет, конечно. Все записывается на камеру. Ты себе не записывала, он себе обманул. Другое дело. Это вкуснота. Вкуснотища. Белиссимо. Ошеломиссимо. Невероятисимо. Седьмёрочка, детка. Ой. Всем счастливое число. Что, седьмое? Счастливая победительница Фатя. Можешь мне юбочку купить? Для твоей деньги. Можно. Я немножко побрызгала твоим парфюмом. Ну как тебе? Сейчас он мне не дает покоя. Тебе нравится? Посмотри, как пахнет. Кто любит стойкие парфюмы, пишите какие-то, вот знаете, табачные ароматы. Да. Это Том Форд табака ванила. Я вообще не знаю, что со мной происходит. Я, видимо, придышалась к этому запаху. Я вообще не чувствую его. Она не чувствует этот запах. Странный. Я съела седьмой, у тебя шестой. Кто не знает вообще, что такое гутабы, давай расскажем. Это тесто. Тесто в форме лаваша. Куда? С зеленью, да, получается? У нас с зеленью, но туда можно добавить разную начинку. Можно кроме зелени добавить еще и сыр. Будет сыр и зелень. Можно добавить нар или кизил туда тоже по вкусу. Но в основном классические бывают просто с зеленью. Смором тоже очень вкусно. Да. Еще бывают кутабы с мясом. Кутабы с внутренностями. Кутабы с тыквой. Я даже ела кутабы с каштаном. С тыквой ненавижу. Самая вкусная, это классика. С тыквой я тоже не особо люблю, но с каштаном, для любителей каштана. У меня на канале есть видео, где я иду в ресторан. И я кутабы с каштаном, они очень вкусные. Но там сервисы спортили. Моя мама недавно там была. Ей не очень-то понравилось. Восьмое, детка, у меня всего два осталось. Как думаешь, я сделаю это? Ты сколько съела? Шесть. О, все, пока. Все, пока. У меня восьмой. Все, ты сдаешься. Сдайся, я все равно сейчас съем два быстрее тебя, и ты проиграешь. Лучше не утруждайся. Сохрани фигуру. Нет. Я не сдамся без боя. Сдашься. Куснешь два раза и сдашься. Я вижу будущее. Она куснет два раза и скажет, что наелась. В меня верят там люди, понимаешь? Не верят в меня, а в меня не верят. Кто победит? Ничего, купляйте там какую-нибудь зюбочку. Успокойся. Все, ты признала поражение? Нет. Не признала. А это мне есть это? Это девятый. Здесь дальше уже не обмазаны. Две-три штуки осталось. В общем, я сдаюсь. Ладно. Ну, я слегка проиграла. Слегка проиграла. Всего четыре гутабика. Против. У тебя четыре гутабика. Ну, четыре осталось тебе, а два мне. Ладно. Два раза ты проиграл. Короче, проиграла, значит проиграла. У меня просто очень сильный напарник. Так не честно. Да, у меня абсолютно есть отговорка. Сильный напарник. Что ты придумаешь на следующий раз? Чтобы узнать, что Айка придумает в следующий раз, какие отмазки, подписывайтесь на ее канал и ставьте колокольчик. На самом деле, гутабы были очень вкусные. Если вы никогда не пробовали гутабы, обязательно сделайте это. Либо сами приготовьте, посмотрите в интернете. Есть куча видео, как готовится это блюдо. Мне очень нравится, на самом деле. Если приедете в Баку, обязательно попробуйте. Это одно из бюджетных блюд во всех ресторанах. В общем, на этом все. Обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы, чтобы увидеть, чем закончится вот это вот. Все, хотя нет, они, наверное, увидят раньше, чем закончилось это все. То есть, если мы выложим историю, все же поймут, кто выиграл. Да. Тогда нужно снять истории и выложить их тогда, когда будет это видео. Да. Идея. Ты моя идейная девочка. Хоть какой-то прокатит. Ты меня недооцениваешь. Да ладно. Ты нужна для того, чтобы... Снимать видео, да. Чтобы было кому проигрывать. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на канал Асквадимы. Ссылка внизу в описании видео. Также в комментариях. У нас там часто выходят совместные видео, как и на моем канале, так и на канале Уайки. Всем желаем удачного дня, приятного аппетита. С вами была Эмилия Асквадима. Асквадима. Пока.